Наверное, сложно представить наш город без самого экологического вида общественного транспорта – троллейбуса. Без шуршания его шин по асфальту, без потрескивания проводов на морозе и без объявления очередной остановки. А начиналось всё. А начиналось всё в середине 60-х прошлого века, когда в городе шло масштабное строительство. На возведение новых жилых зданий, объектов культуры и промышленности съезжались люди со всего Союза. Тогда же остров стал и вопрос об общественном транспорте. Конечно, по Тирасполю колесили автобусы, но они уже не справлялись с пассажирским потоком. И вот, благодаря усилиям Валентины Соловьёвой и Виктора Синёва, в 50-ю годовщину Октябрьской революции по улицам города проехал первый троллейбус. 4 ноября 1967 года была открыта первая троллейбусная линия, соединяющая железнодорожный вокзал и совхоз техникум имени Фрунзе. Протяженность троллейбусной линии составляла чуть более 6 километров. Первый, по-моему, троллейбус мы получили 20 единиц с завода имени Урицкого, и троллейбусы были модели ЗИУ-5. Вот, потом по мере совершенствования мы стали получать уже новый троллейбус, троллейбусы ЗИУ-9. Тогда же, в 67-м году, директора молодого транспортного предприятия был назначен опытный руководитель, фронтовик Иван Добросоцкий. Именно под его началом был заложен фундамент троллейбусного управления. Было здание, существующее это энергохозяйство, там все троллейбусы проходили ежедневное обслуживание и нулевой осмотр. Город продолжал расти. Вместе с ним росла и география троллейбусного маршрута. Сначала электрический транспорт дошел до Республиканской клинической больницы, а уже после открытия ПХБО провода протянули и в микрорайон Октябрьский. Потом мы построили на промзону, это четверки-семерки. И предпоследний этап, это мы пустили троллейбусы по Карла Липнихта от, ну будем говорить, с улицы Карла Липнихта, от Правды в сторону Квинта. И там пустили тройку. Начало 90-х. Тяжелое время распада Советского Союза. Попытки найти новые связи в непростых экономических условиях. Но именно тогда для терраспольского троллейбуса настали лучшие дни. Автобусы ушли из города, и все пассажироперевозки легли на плечи терраспольского троллейбусного управления. Только в часы пик на линию выходило около 80 троллейбусов. Нам удалось полностью заменить подвижной состав, обновить. И троллейбусы, которые мы тогда с большим трудом доставили, уже через границы новые, они работают до сих пор и перевозят пассажиров. История троллейбусного управления неразрывно связана с историей Приднестровья. На предприятии с гордостью говорят, что во время Молдоприднестровского конфликта 100 мужчин из 300 работающих на предприятии встали на защиту молодой республики. Тут же был сформирован и первый танковый экипаж. На счету этого экипажа очень много подвигов. В частности, их шесть точных залпов решили исход противостояния под Кошницей. Значит, многое они славных дел совершили за Дубасарами, на Кочиерском направлении и на других участках. В августе 92-го конфликт был заморожен. А уже через год в Тираспольском троллейбусном управлении вышли с инициативы о создании междугородней троллейбусной линии Тирасполь-Бендеры. И так в первую годовщину бендерской трагедии 19-й маршрут был запущен. Нам тогда говорили, что вам осталось бендеры обкопать и пустить Днестр по новому руслу, чтобы он огибал бендеры, и бендеры оказались на левобережье Днестра. Но мы тогда говорили, что мы это делать не будем, но мы прикрутим город Бендеры четырьмя контактными проводами сечением 90 мм из качественной меди, надежно прикрутим. Мы это сделали. Сначала по улицам города ходили ЗИУ-5, затем их сменили троллейбусы 9-й серии завода имени Урицкого. И вот сегодня эти распольчаны гости из столицы вместе с почетными старичками обслуживают и современные машины из Минска и Вологды. Ежедневно, начиная с пяти утра, они выходят на линию для того, чтобы мы с вами могли вовремя добраться на работу, отдохнуть, да, в общем, по любым делам. Кстати, а как сами водители троллейбусов и кондукторы добираются в депо? Утром у нас дежурный троллейбус есть. Два троллейбуса дежурные, два, и один на бендеры рабочий возник. Два рейса делают дежурные, на пять часов привозят людей и на шесть часов. Вам может показаться, что кондуктор и водитель – это практически один экипаж, и отчасти это действительно верно. В управлении говорят, графики составляются так, чтобы люди в смене постоянно менялись. Исключение не делается даже для семейных пар. Если у нас есть, работают семейные пары, да, как правило, они тоже не работают в одной, вместе в одном троллейбусе, они редко попадают. Мы стараемся, если им удобно работать в одной смене, для того, чтобы рабочие дни вместе отработали, да, и выходные, соответственно, вместе. Мы тогда подстраиваемся под такие семейные пары. Но я говорю, как правило, у нас идет все-таки вот разделение. Отдельно хочется рассказать и о работниках троллейбусного управления, тех, кто в любую погоду выходит на линию для того, чтобы соединить надорванные провода и возобновить столь необходимое движение общественного транспорта. Если обрыв провода, это 10-15 минут. Ну, без учета туда пока доберемся, пока осмотрим. Но поломки бывают не только на линиях. Стареют и выходят из строя и сами троллейбусы. При гарантированном пробеге 10 лет или 750 тысяч километров, в Тираспольском троллейбусном управлении одометры практически на всех машинах уже перевалили за цифру миллион. Не выдерживает нагрузку не только ходовая часть, но и обшивка. И тогда вступают в дело мастера-реставраторы. Время не такое и уже легкое, поэтому приходится из старенького что-то наваривать, что-то напаивать, что-то восстанавливать, да, это приходится. Другого варианта просто нет. Они надежные машины, ведь, посмотрите, они уже некоторые по два срока отходили. Не знаю, как покажут себя новые современные машины. Смогут ли они отбегать то, что отбегали. При всем техническом обслуживании, при всем том, как мы смотрим за ними, я не уверен, что они смогут отработать два срока, как ЗИУ-9. И вот, когда ремонт троллейбуса закончен, он, сияя свежеокрашенными боками, снова выходит на линию. И если бы машина умела бы говорить, она бы рассказала, как ее с благодарностью ждут на остановках взрослые и особенно дети, для которых проехаться на троллейбусе – это не просто переместиться с одной точки в другую. Это целое приключение. У меня внучата, они все на маршрутке, да на машине. И если мы куда-то выбираемся в город, бабушка, только на троллейбусе. А можно на стареньком, а можно на зелененьком, а можно на этом. Я на этом еще не катался. Так что дети троллейбус любят, потому что, ну, на троллейбусе интересно. В троллейбусе можно пообщаться, много людей. Ну, а для того, чтобы в троллейбусе было не только интересно детям, но и комфортно взрослым, в ТТУ ведется постоянная работа над улучшением качества обслуживания. Открыты горячие линии, по которым можно обратиться как с жалобами, так и пожеланиями о работе электротранспорта. Ну, а впереди планы по усовершенствованию троллейбусных реалий. Автоматизированная система оплаты проезда – это первое. Второе – это внедрение электронных табло на остановочных павильонах. Третье – это система автономного хода. И четвертое – интеграция в схемах движения транспорта систем спутниковой связи. Все эти нововведения только улучшат и без того налаженную работу и помогут просуществовать общественному электротранспорту еще не один десяток лет. А значит, мы с вами и дальше будем любоваться, как гордо идут по дорогам столицы троллейбусы, спеша вовремя доставить нас по своим делам. Субтитры создавал DimaTorzok